Мы снова продолжаем нашу серию вебинаров, посвященной торговле акциями на Нью-Йорке, и сегодня у нас такая важная тема – это ГЭПы. Сегодня мы ее начнем, а в четверг мы ее закончим, я думаю. В принципе, тема, с одной стороны, очень обширная и сложная, с другой стороны, если понимать причины ГЭПа и правильно интерпретировать его движение, особенно первые полчаса рынка, то, в принципе, общую картину всегда можно составить с вероятностью порядка 80%. В завершение сегодняшнего вебинара мы также поговорим о тех идеях, которые сложились у нас перед самой важной частью сезона отчетов – это перед отчетом банковского сектора. Собственно говоря, в четверг у нас отчитываются, начинают отчитываться основные банки, а финансовый сектор, как правило, является тем самым маркером, движение финансового сектора является тем самым маркером, который позволяет нам определять стадию рынка. Окей, что касается ГЭПов. Открываем Paint и сразу начинаем. Окей, что касается ГЭПов, самого простого – это обычный ГЭП, или, как часто его называют, торговый ГЭП, который образуется в связи с тем, что в силу разного набора причин… Да, Сергей Дубрович, Сергей Дубрович. Да, благодарю. Итак, первый – это обычный ГЭП. Происходят такие ГЭПы, как правило, как правило, чуть ли не каждый день в бумагах, и неважно, тонкие они или толстые, или вообще ETF на какой-то сектор. Если мы посмотрим… Давайте сейчас сразу же покажу вам, что это такое на графике. Итак, включаем SPY даже тот же. Включаем пятиминутный график и смотрим, как открывается инструмент, да, и где было его закрытие. Во-первых, что такое ГЭП? ГЭП – это разница, как между торговыми сессиями, да, между закрытием прошлой торговой сессии, как здесь, и открытием нынешней торговой сессии, новой торговой сессии, как здесь. Здесь ГЭП составлял порядка 25 центов. И вот этот ГЭП является обычным ГЭПом, то есть набором различных факторов, которые смещают баланс покупателей и продавцов в ту или иную сторону. Но эти факторы, как правило, как в этом случае, это какие-то локальные новости, какие-то более-менее важные новости на какие-то локальные индустрии рынка, это геополитические новости, это открытие-закрытие торговых сессий на других континентах. И все это вместе смещает баланс, в данном случае сместила баланс покупателей и продавцов, там порядка 20-30 центов. Это обычный ГЭП, и важным моментом его торговли является то, что неважно, в какую сторону он открывается и закрывается, но самое главное понимать первые, скажем так, минуты после торговли. Окей, давайте порисуем немножко. Что касается обычного ГЭПа, его мы видим повсеместно, и, как правило, строить какие-то предположения для среднесрочной торговли по его характеру, наверное, не стоит. Расскажу почему. Как правило, если мы посмотрим на график любого инструмента, это небольшие ГЭПы, которые не очевидны, скажем так. То есть мы читаем новости по инструменту и не видим ничего сверхъестественного, читаем новости по индустрии и не видим ничего сверхъестественного, а просто ГЭПнул рынок немножко. И за рынком, как правило, ГЭПают все инструменты. Но ГЭПы это, как правило, не очень большие. Еще раз повторюсь. Итак, что мы будем видеть в пределах недели, торговые сессии в пределах недели. У нас есть движение какое-то, которое привело к закрытию по этой цене. После этого, в силу разных причин, а как правило, я еще раз повторюсь, набора относительно незначительных, но большого количества причин, следующая торговая сессия, сейчас секундочку, следующая торговая сессия у нас началась вот по этой цене. То есть ГЭП относительно дневного движения акции условно не очень большой и не подкреплены какими-то новостями. Что мы смотрим в первые полчаса рынка? Смотрим, будет ли дальше продолжение движения. Я имею в виду не хаотичные 1-2 свечки, да, 5-минутные, а как правило, хотя бы 6 5-минутных свечей. Если мы видим продолжение движения, то вероятнее всего, вероятнее всего, к этой цене, да, стак-инструмент уже не подойдет в эту торговую сессию. Но из наблюдений по рынку я могу сказать, что, как правило, следующая сессия, может быть, даже вот так вот закрылась, да, если ГЭП был без новостей, потом открывается практически, допустим, без ГЭПа, там, вот так вот, сессия, которая третья, и уже мы видим подход к этому ГЭПу. Более того, мы видим, что эту цену прошли без особых объемов и без особых, скажем так, без особого натуга, да, со стороны, в данном случае, покупателей. Сессия закрывается, и более того, могу сказать, что, как правило, уже на четвертую, пятую торговую сессию мы видим, что, как минимум, как минимум, стак спокойно закрывает этот ГЭП, и опять же, даже вот эта цена, перед которой стак достаточно ГЭП, но, скажем так, без особых причин, он будет закрыт. Что для нас, как мы можем применить это в торговле, да, ситуацию с обычным ГЭПом? Если у нас с вами, давайте еще подсунуем, если у нас с вами среднесрочная, есть среднесрочная позиция, которая идет в нашу сторону, с которой, в принципе, все в порядке, да, есть какие-то, там, условно, откаты, да, есть какие-то, дальнейший рост, добираемся, выходим частично, но в один прекрасный день мы видим ГЭП, обычный ГЭП без каких-либо причин внутри, как данного инструмента, да, то есть нет никаких новостей по данному инструменту, а также нет никаких новостей по индустрии, в которую входит даже данный инструмент, и сектору экономики, в которой входит данный инструмент, то вот таких вот движений даже в сторону гэпа, когда гэп все-таки поддавливает, не стоит опасаться. То есть надо расценивать вот эту часть движения, когда произошел гэп, как часть основного большого движения. В данном случае как часть отката, потому что в 80-85% случаев мы увидим, что опять же эти цены, как цены открытия после гэпа, так и цены закрытия предыдущей перед гэпом сессии проходят в сторону основного движения без особых проблем. Более того, еще и без особых объемов. Это не то, что даже общее наблюдение, скажем так, это такое основное правило среднесрочной торговли. Естественно, надо четко понимать только одно, что в случае, если мы видим, что инструмент открывается с гэпом, даже относительно незначительным, то есть там не 3-4-5 поинтов, а 30-40-50-60 центов, обязательно надо посмотреть фундаментал по стаку и по индустрии. То есть надо обязательно посмотреть ETF-ы, то есть фонды торгуемые, которые повторяют движение отрасли в целом. Надо обязательно посмотреть новостную ленту по данному стаку, как это делать, я показывал на Финвизе. И при этом рассматривать этот провал цены исключительно как провал ликвидности, то есть как обычное движение в инструменте. Окей, с обычным гэпом мы разобрались. То есть пугать он нас не должен, каким-то образом пробовать его интродэй отрабатывать можно, но, опять же, скажем так, вероятнее всего инструмент просто будет идти так же, как он должен был идти и без гэпа. Потому что, как правило, объемов первые, скажем так, в последнюю пятиминутку, в последний час предыдущей сессии и в первую пятиминутку, в первый час сессии после гэпа, опять же, будут стандартные. Поэтому данный гэп мы рассматриваем исключительно как продолжение движения. Окей, с обычным гэпом разобрались. Второй по, наверное, важности восприятия, да, и который уже можно каким-то образом для себя, скажем так, применять в торговле, это гэп на опережение, да. Окей. Что это значит и как это выглядит? Итак, у нас есть стандартная картинка гэпа на опережение. Для шортов она выглядит примерно вот так. То есть, каким-то образом инструмент подходит к своему достаточно важному диапазону, да. В данном случае это диапазон, условно, да, диапазон сопротивления предыдущему общему движению. Каким-то образом, да, стак торгуется в этом диапазоне. И в определенную сессию обычно, обычно это 2-3 сессии, когда стак показывает, каким образом, что будет определенный гэп на опережение, либо провал ликвидности, который послужит открытию стака ниже. Что это значит? Значит, сформирована какая-то аккумуляция, да. После этого мы видим выход, да, из аккумуляции. После этого мы видим, что, например, с нижней границы данного диапазона стак открывается значительно ниже. Значительно ниже, то есть, условно, примерно равно половине общего движения, пройденного стаком за опрошивую торговую сессию. То есть, вот эта вот разница, вот этот гэп, будет равен примерно 50% там. Ну, от 40 до 60, как правило, процентов предыдущего движения, предыдущего дневного движения цены. Что происходит после этого? После этого у вас, как правило, будет немного времени, то есть 3, 4, 5, 10 минут, когда после первого прайс-экшена, да, то есть первого относительно хаотичного движения цены и, более того, в расширенном относительно обычного спреде инструмента, да, то есть в этой точке мы увидим открытие, как правило, движение в обе стороны, то есть здесь будет и покрытие части прибыли тех людей, которые ожидали, что стак упадет, нарисует этот гэп, да, кто спрошивает торговую сессию, допустим, шортил и понимает, что его цели достаточно близки. А также здесь же будет располагаться закрытие стопов тех, кто отсюда еще или отсюда набирал этот инструмент лонг. Эти движения нас, как правило, беспокоить не должны, потому что действительно это исключительно хаотичное движение, и зависят они исключительно от того объема, который был реализован. Обычно в первые 15 минут не формируются никаких важных уровней и впоследствии, допустим, вот этот лоу, да, если вы видите, может быть, почетче надо было побольше нарисовать, давайте нарисуем. То есть у нас, допустим, есть вот эта вот сессия, да, торговая, после этого у нас инструмент открывается, допустим, вот здесь, даже ниже, даже ниже, скажем так, прошлого лоу, но опять же, если мы развернем общее прохождение цены, да, вот эту вот впрямую, то вот это будет примерно половина этого движения, там от 40 до 60%. Итак, у нас есть первое хаотичное движение, первые 5-15 минут, где есть какой-то условный хай, условный лоу. Что можно сказать? Если первое движение было против, да, вот против гэпа, то, как правило, как правило, отсюда гэп будет выдавливать цену значительно ниже, да, в направлении гэпа. То есть если был гэп даун, да, то есть гэп вниз, то, как правило, цена очень хорошо в моменте пройдет вниз. И опять же, здесь не надо делать ничего. Нас будет интересовать только эта цена, вернее, ее диапазон, скажем, нарисуем вот так. Итак, здесь исключительно техника, да, и никакого, ну, условно, выдумывания и быть не может. Итак, если у нас величина гэпа порядка 50% общего прохождения цены в прошлый период, да, в прошлую торговую сессию, если у нас вот этот диапазон около открытия, да, который мы должны подразумевать следующим образом, то есть вот этот диапазон, это примерно 3-5 стандартных спредов цены. То есть в пределах 3-5 спредов, то есть если у инструмента, допустим, спред 5 центов, то от 15 до 25 центов у вас будет этот диапазон. И это будет диапазон, в котором в 80% случаев надо брать в шорт. То есть если нету каких-то дополнительных новостей, опять же, гэп на опережение под собой является только одно. То, что те, кто хотел продать вот здесь, вот в эту торговую сессию предыдущую и до нее, просто не успели этого сделать в полном объеме. И теперь для того, чтобы им набрать нужную им позицию в шорт, да, или там покрыться в их ланге, им надо искать ликвидность значительно ниже. И та цена, по которой открывается инструмент после гэпа, она и определяет тот уровень, на котором ликвидность нашли. Да, то есть сумели реализовать первый объем. То есть вот эта свечка, как правило, на объеме, да, свечка объема у вас будет, как правило, как правило, в 3-4 раза больше, секунду, то есть в первую пятиминутку, как правило, проходит в 3-4 раза больше объема, чем в стандартную пятиминутку открытия любой торговой сессии данного инструмента, чем обычно на открытии. Да, параллельно задавайте вопросы, я могу как-то перефразировать, если кому-то непонятно, хотя я стараюсь разжевать. Что после этого нам важно, для чего нам важна эта цена? Нам она будет важна только для того, чтобы определить, скажем так, ту первую цель, которая у нас будет в трейде, которую мы наберем с этих цен, обязательно с этих цен в шорт. То есть, вот этот диапазон 3-5 спредов возле цены открытия, это будет диапазон, когда мы будем заходить, открывать нашу позицию в шорт. Опять же, говорить о том, что вот эта вот цена, то есть цена первого отката вверх против гэпа, будет являться каким-то психологическим стопом, ни в коем случае нельзя. Если вы торгуете в первые полчаса после открытия, после достаточно большого гэпа, держать какие-то достаточно большие, скажем так, минусы в позиции, вообще нельзя. То есть, если мы видим, что из этого диапазона стак выходит, причем неважно, выходит ли он на объеме отсюда потом, либо выходит резко. Как правило, правильно будет закрыть позицию по верхней границе этого диапазона, чуть выше, и как только мы увидим, что здесь снова происходит какая-то аккумуляция объемов, с возможным выходом вниз снова взять эту позицию в шорт. Поскольку денег мы заработаем в этом трейде гораздо больше, чем даже потеряем в двух-трех заходах из вот этих цен. И это 80-90% этих ситуаций. Более того, как правило, что в этот день, что в следующий, обычно в течение двух-трех торговых сессий при такой картинке, то есть гэп на опережение, более того, он не только для шортов, еще и для OneGo, то есть для позиции вверх, когда мы видим гэпап, как правило, инструмент пройдет от трех до четырех диапазона, до четырех гэпов вниз. То есть, если здесь был гэп, условно мы берем его за единицу, то наша цель в трейде будет порядка трех отрезков. То есть, каким-то образом в течение двух-трех торговых сессий инструмент будет торговаться достаточно хаотично, особенно в первую торговую сессию, но при этом после этого будет спокойный спуск инструмента. Поскольку те, кто набирали его из вот этих вот зон, допустим, шорт, или стараются разгрузиться, и при этом готовы, так, 60% движения или 40-60% от него после гэпа. Смотрите, вот этот гэп, то есть, вот эта вот единица, это 40-60% общего движения цены. То есть, если цена прошла поинт вниз и поинт вверх за прошлую торговую сессию, то из моих наблюдений данный гэп будет составлять от там 80 центов до 120 центов, то есть до поинта двух, от чуть меньше поинта до чуть больше поинта. Скажем так, если вот это движение, общая цены, неважно в какую сторону, в районе двух поинтов, то здесь это порядка поинта. То есть, ну, условно, половина вот прошлого движения должна быть. То есть, если это мы понимаем, что это примерно один поинт, то есть один доллар цены инструмента, то, скажем так, правильно будет расположить общую цель по трейду в пределах трех поинтов вниз от точки, где нашли ликвидность, да, то есть точки открытия, это первой торговой сессии после гэпа. итак, при этом, вот, ваши риски по трейду не должны, скажем так, ваши стопы не должны располагаться дальше трех-пяти спредов от данной точки. Как правило, опять же, как правило, но это сугубо индивидуально, для каждого инструмента, в общем-то, особенно если вы трейдаете его достаточно давно и знаете, каким образом трейдится инструмент в данной, при данной картинке, да, при данной ситуации, когда у вас идет гэп на опережение, когда не успели запрошивать торговую сессию, набрать нужный объем инвестора, большие институциональные инвесторы, вы поймете, ну, для тех инструментов, которые торгую я, да, основные, в принципе, для меня хватает трех-пяти спредов, но частенько бывает такое, что здесь у меня три-четыре захода из одной и той же цены и там, два-три выхода, причем по одной и той же условной цене в один и тот же стоп. Почему это важно? Почему не стоит держать, долго передерживать убыточную позицию в данный момент? В данном случае. Поскольку мы не знаем, насколько много объема хотят реализовать в эту торговую сессию дальше эти же институциональные инвесторы. И опять же, отсюда, в чуть меньшей вероятность, чуть меньшей вероятностью, чем он пойдет вниз после такого гэпа на опережение, скажем так, есть вероятность, опять же, не зависящая также от самого институционного инструмента, то есть вероятность того, что рынок может идти против этого движения очень сильно, да, и при этом большие игроки, то есть институциональные инвесторы могут расположить свои ордера на продажу этой бумаги в дальнейшем внутри этого гэпа. Да, и то есть будет продан тот же самый объем, но получен он будет ими по, скажем так, лучшей цене, да, если рынок позволит. Опять же, поэтому не стоит уповать на то, что даже при большом гэпе не произойдет, допустим, 30%, 40% выхода наверх. Опять же, если гэп закрыт на более чем 30%, да, то есть если у нас есть единица, если гэп на опережение после, вот допустим, из этой точки проходит каким-то образом, неважно каким, больше 30% от гэпа, то есть пишем 30%, окей, более 30%, то вероятнее всего о бумаге можно и подзабыть, да, то есть, скажем так, дальше заходить, да, и дальше ждать, что бумага снова придет сюда и отсюда можно будет заработать там условно 3 гэпа вниз, да, то как, ну, это практически нереально, поскольку вероятнее всего реализовав этот объем кто-то просто покрыл свои позиции в бумаге, а допустим в шарты кто-то брать еще не собирается. Такое тоже бывает, поскольку, ну, возможно, вот предыдущее движение было после достаточно большого хорошего условно аптренда, да, где заработали достаточно денег институциональные инвесторы и понимают, что вот в этих ценах выйти такой объем не получится, они несколько расширяют свой диапазон сопротивления движения для того, чтобы покрыть свои позиции. И нарисовав вот этот гэп, да, тем, что первым принтом размещают достаточно большой объем бумаги, который понимают, что он провалит, понимают, что отсюда будут достат... непрофессиональные участники рынка будут пытаться шартить, да, как-то бумагу, а просто расположат свои ордера чуть выше, да, или здесь разгрузятся в них исключительно, да, в толпу. Но по большому счету, если этого движения 30% закрытия гэпа не произошло, то вероятнее всего из цены открытия плюс-минус 3-5 спредов мы увидим хорошее движение вниз и с целью порядка трех гэпов. Обычно это два дня, три дня. Такие вещи бывают и бывают достаточно часто в инструментах. Но опять же, очень важный момент это первое для гэпа на опережение очень важный фактор. Это гэп на опережение должен быть примерно равен 40-60% от движения за прошлую сессию не важно в какую сторону. Второе объем первой пятиминутки должен быть как правило опять же обобщенным для всех инструментов больше в 3-4 раза среднего объема первой так и первой пятиминутки любого открытия для этого инструмента. То есть среднего объема первой пятиминутки для инструмента. То есть в 3-4 раза больше объема должно быть сосредоточено первые пять минут там опять же от инструмента к инструменту если скажем так не так много разных институциональных инвестиций то есть разных фондов работают с этим инструментом то опять же от 5 до там 15 минут. и опять же самое лучшее время для захода в позицию в шорт является то есть третье правило как правило как правило самым лучшим входом для позиции в шорт является время 10.30 утра. Первые шейки у нас проходят то есть час рынка проходит такой самый активный ну даже так напишем наверное 10.00-10.30 опять же смотрите на то каким образом рынок ведет себя более того хочу сказать следующее что если например рынок в данный день падает с утра а инструмент каким-то образом ведет себя сильнее рынка то есть тоже допустим падает но падает несколько более вяло чем чем рынок в целом чем допустим ETF на SPY или ETF на сектор из которого данный инструмент то будьте осторожны опять же длинных стопов не держите но цель да цель такая окей и четвертое самое важное правило которое наверное и должно скажем так предварять ваш ну то есть вы увидели гэп 40-60% окей первый плюсик второй плюсик объем первой пятиминутки 3-4 раза больше чем средняя пятиминутка отлично есть время в которое стак подошел к этому диапазону но к этому моменту к моменту когда вы поставили условно первый плюсик вы увидели этот гэп а это можно сделать еще на премаркете когда видите что есть какая-то активность бумаги и бумага открывается достаточно большим гэпом обязательно посмотрите новости в данном случае не должно быть каких-либо важных новостей как на компанию акции которые вы торгуете как на индустрии или сектор в который входит данный инструмент то есть в данном случае в данном случае этот гэп чисто технический то есть была позиция ее покрыты или не было позиции не добрали какой-то объем понимают что не успевают набрать нужный объем в шорт и позволяют себе первым принтом разместить достаточно большой объем на сел и единственное место где можно свести такие объемы это вот эта цена все то есть в районе трех торговых сессий что дальше дальше как правило правильнее будет разгрузиться полностью все это один из самых таких наверное верных вариантов развития сюжета да и правильных правильного трейдинга в принципе да то есть чисто техническая работа которая позволяет заработать денег да и в данном случае не так много переменных да если вы не берете какие-то сумасшедшие инструменты там скаловатильные которые просто ну не позволяют там четко торговать такие тоже бывают особенно не стоит брать в данном случае низко ликвидные бумаги то есть средне ликвидные высоко ликвидные бумаги так же более того я покажу когда данный гэп не работает вот прямо сто процентов не работает при том со стороны может показаться что это именно он да но для начала давайте прямо сейчас наверное это сделаем у нас есть бумажка одна из самых популярных известных бумажек американского рынка да это apple да все ее знают сейчас покажу это daily graphic apple понятное дело что у нас у такой достаточно важной цены да важной цены сейчас находится рынок да и отсюда его будут усиленно откупать более того сейчас я даже думаю что вероятнее все если мы применим мувинг да там 50 вот мы где-то у 50-го мувинга сейчас да у простого простой скаль простого скользящего и отсюда да это тот откат откуда будут рынок откупать для того чтобы снова прийти и перебить эти хаи понятное дело что последние несколько торговых сессий у нас и волатильность подросла и достаточно много участников рынка смотрят это место в шорт особенно непрофессиональных и apple достаточно высок и до презентации нового айфона еще достаточно много времени поэтому условно это движение достаточно было предсказуемым да и сейчас вам покажу тут как большого гэпа здесь не было но на самом деле его не было исключительно потому что собственно рынок открывался сегодня примерно примерно ровно но он мог быть на самом деле я его прогнозировал у меня была цена по инструменту 43.87 две сессии назад вот здесь вот в шорт и собственно инструмент был покрыт там в районе 42 но что вот это да если условно допустим здесь инструмент открылся по 42.50 да и вы бы увидели вот этот ну или там 42.27 и мы бы увидели здесь гэп что возможно было сегодня с этим рынком да с общей атмосферой на рынке почему скажем так торговать его ближайшие три дня в шорт нельзя только потому что недавно вышла новость о том что очередной раз всплыл в сети вернее в первый раз всплыл в сети корпус от нового айфона и пошел достаточно ну в социальных сетях пошло достаточно много информации о том что он не тот который ожидали это слишком просто но торгуя уже там достаточно времени и торгуя достаточно времени apple я понимал причем новость вышла по-моему вот в этот день там две торговые сессии назад я понимал что вероятнее всего перед официальной презентацией apple восьмого айфона и вот в эту новость да там потому что так просто ну с нынешними системами скажем так корпоративной безопасности да ну сложно представить себе что там корпус нового айфона просто взяли и выкинули в сеть такого практически не может быть данной ситуации поэтому такой гэп мог быть здесь произойти но покрыться надо было обязательно в пределах одной торговой сессии потому что это исключительно скажем так техническое да и специально реализованное в данном случае движение там последние недели полторы только для того чтобы перед презентацией нового перед первыми разговорами первыми настоящими там официальными фотографиями нового устройства бумага торговалась в районе там 38 30-40 долларов скажем так и вероятнее всего она сюда придет но она придет сюда немножко не так то есть каждое движение надо забирать только потому что новость все-таки была и если вы долго торгуете один и тот же инструмент старайтесь находить одни и те же новости перед какими-то движениями то есть вероятнее всего незначительная новость да будет будет влиять достаточно сильно да и повлечет за собой там определенные вещи да то же самое правопровала это более того если вы торгуете определенное количество инструментов для начала у вас будет их не так много там там с десяток потом чуть больше там 20-30-40 инструментов вы будете просматривать каждый день и понимать как они торгуются да понимать насколько они в моменте да вот в эту неделю в эту торговую сессию сильнее или слабее рынка вы посмотрите что здесь в принципе Apple не откупали да и более того его придерживали от роста да когда рынок все-таки были какие-то коррекции на рынке все равно Apple при том при всем что у него очень хорошие финансовые показатели нас ждет новая презентация нового устройства как правило после этого бумага растет в безумном количестве но в данном месте бумагу не покупали потому что глядя на дневной график здесь это делать ну как минимум как минимум опрометчиво и это будут делать на протяжении достаточно долгого времени если бумага будет там спускаться это будет условно там набор позиций будет такой активный большой будет может проходить и 10 поинтов вниз у нас на сервисе торговых идей размещена идея о нашем входе еще по 97 долларов вот после сейчас секундочку вот в этом месте да еще на откате вот примерно то же самое мы увидим после презентации нового айфона да то есть если условно мы увидим хаи снова с хаев будет он спускаться какими-то такими условно манипуляциями основных держателей то есть основных фондов которые не будут здесь покупать и собственно не будут защищать свои цены какое-то время только для того чтобы потом набраться поэтому говоря о гэппе на опережение да будьте осторожны с последним пунктом не допускайте что чтобы были за последние там 2-3 дня какие-то вообще важные новости относительно именно их продукта их бизнес модели да то есть если новостей нет то да это чистая техника да чистую технику мы делаем там у нас есть для этого 3 первых правила это первый вариант гэпа на опережение как правило вот такую ситуацию мы видим когда собираемся набрать шарты когда есть гэп даун теперь гэп на опережение несколько различается для шартов и для вангов когда вы будете уже дальше трейдить да и когда у вас будет чуть больше опыта возможно вы найдете какие-то еще закономерности да но да и различия вероятнее всего так и будет но хочу рассказать отдельно для вангов как правило если мы видим такую ситуацию то есть у нас каким-то образом подошел инструмент и видим что на протяжении достаточного времени мы видим консолидацию переходящую в аккумуляцию после этого выход вверх после этого защиту цены о котором я рассказывал на прошлых вебинарах да потом видим выход и скажем так пройдя уже какое-то достаточное количество предсказуемо инструмент гэпает опять же без новости да то есть опять же на 40-60% движения вверх опять же не ну наш вход он примерно там же 3-5 стандартных спредов бумаги опять же в 3-4 раза больше первая ну 5-15-ти минутная свечка объема относительно предыдущих и вроде как все в порядке да но скажем так для движения вверх наши цели могут располагаться дальше если после этого бумага опять же трейдается примерно в том же ритме там одну-две торговые сессии можно не крыть бумагу после трех то есть можно не ждать трех величин данного гэпа а ожидать примерно величину прошлого движения то есть если у нас вот здесь бумага прошла там от прошлой зоны аккумуляции откуда она вышла защитила цены примерно там условно 5 поинтов 5 долларов цены а запрошивая торговую сессию перед гэпом она прошла допустим там 50 центов да вот 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 в вот вот в торговую сессию и сделала примерно там 25 центов гэпа да условно то не стоит говорить о том что здесь там на 75 центах профита надо крыться нет вероятнее всего вверх да в лонг бумага пройдет столько же сколько прошла в понятном трендовом движении из последней зоны аккумуляции откуда вышла неважно новостями она вышла отсюда либо ну там через мув да то есть вот это движение вверх после такого гэпа да гэпа на опережение оно как правило больше то есть те кто не успели купить бумагу вот в этом месте да то есть в зоне консолидации да потом в аккумуляции потом на муве потом на защите цен такое часто бывает и после какого-то прохода цены и понимания того что в принципе следующий уровень позволяет заработать еще каких-то денег в какую-то из торговых сессий в конце да как правило там минут за 30 мы увидим вот такую картинку да то есть прошлая торговая сессия проходила допустим вот так у нас инструмент там подрос потом откатил по рейнджелс как-то а потом раз два три и происходит такая вроде как бы даже экспирация да то есть выход на ну такой резкий рост после которого по идее ожидается падение но более того объемы здесь также растут в геометрической прогрессии от свечки к свечке в конце дня после этого стак открывается с гепом и первая свеча в три раза больше первой свечи допустим прошлой сессии или средней свечи сессии то есть 3-4 раза она может быть вот такая примерно такая же последняя свеча здесь тоже стак там вроде откатывает какое-то время там вверх после этого консолидируется аккумулируется в районе 3-5 спредов и после этого летит вверх то есть для ланга это может означать то что следующий важный диапазон в котором будут разгружаться и произойдет примерно в том же примерно столько же бумага еще пройдет до него сколько прошло от прошлой аккумуляции как правило это в середине движения это очень важный момент именно вверх можете посмотреть поперебирать графики опять же ликвидных бумаг ага сейчас вот взяли и показали ну да не вопрос наверное сейчас давайте попробуем найти из последнего вы хотите чтобы я сейчас показал это на реальном графике окей давайте посмотрим даже более того из того что мы там трейдили за последнее время да я понял вас хорошо без проблем можно посмотреть кстати такие вещи знаете где еще на нашем сервисе торговых идей да там очень много а еще лучше пересмотреть прошлый год по вебинарам там у нас трейдинг с открытым пенелом да для наших клиентов там достаточно часто такие о и так здесь это был по моему отчет уэпл давайте посмотрим просто по бумажкам пройдемся что-то такое найдем окей x смотрим да тут по x после выборов было несколько таких движений да то есть ну условно вот мы взяли здесь да вот здесь вот бумагу вот в этот день заработали каких-то денег держим ее дальше она открылась ниже но пошла вверх и можно не ждать там условно там трех движений вот этой свечки да там прошлой перед ним можно ждать как минимум столько же да до следующей аккумуляции и собственно говоря вот смотрите вот из этой точки да вот из этой точки перед гэпом у нас есть раз два три ну условно три поинта движения да на самом деле этих ну этих вещей да которые я говорю их очень много во всех бумагах но их много только потому что их действительно много ну рынок так ходит это единственное правило зарабатывания денег для больших инвестициональных инвесторов смотрим здесь раз два три вот она следующая аккумуляция да сначала консолидация потом аккумуляция и выход там куда-то вот собственно здесь будет то же самое инструмент пойдет вверх потом нарисует какой-то гэп да кто не успел из может быть не то что даже не успел кто-то может быть действовал чуть аккуратней да потому что например сталь после выборов она действительно пошла вверх да на разговорах о том что трамп сделает новые рабочие места новые рабочие места в производственном секторе всегда подразумевает рост скажем так заказов на сталь алюминий но все же это трамп да это было это ну как бы такой рисковый рисковый аквей трамп это рисковая новость да и кто-то мог из больших фондов включиться в игру по стали и алюминию чуть позже да и вот собственно говоря ради там каких-то прибыли здесь ради того чтобы набрать еще больше позицию здесь и таких примеров будет море наверное ну не наверное а так и будет ну и например тоже окей есть движение да сколько у нас здесь отсюда раз словно два три ну три поинта отсюда раз два три поинта даже побольше здесь ну где-то здесь вот так и ответил на ваш вопрос вообще хорошо бы конечно чтобы вы послушали и побольше времени уделили скажем так рисичу да и отбор бумаг сами да и сами посмотрели на графике почему эти вещи происходят да ну то есть то что я рассказываю это не какая-то ну ерунда это то есть то что действительно за долгое время а мне показал рынок то есть это рабочие моменты я вам никакой метафизики не рассказываю не рассказываю про мувинге не рассказываю про аллигаторы про бабочки потому что ну скажем так для меня это не очевидно у меня работают эти вещи да г после проторговки нет ни в коем ни в коем разе здесь это не является проторговкой здесь если посмотрите прошлый вебинар на нашем канале здесь присутствовал мув да то есть вот эти три свечки они были если отмотаете историю посмотрите как это было на примерно равных объемах те кто набирали бумагу здесь аккуратно выкупали ее да на ровных объемах после этого каким-то образом там дальше уже толпа по большому счету набирала бумагу ну вот из бумаг которые здесь я знаю наверное за прошедшие лет 7 да их историю и практически вот каждый вот этот момент там за последние там с 14 года основную часть основные бумаги там 500-600 я знаю почему они как выходили там вплоть до каких-то торговых сессий даже окей собственно по ним я сегодня расскажу вам несколько идей да которые приведут вероятнее всего с деньгами на и сам собственно говоря их же трейдер сейчас окей на чем же я остановился окей хорошо гэп на опережение второй да я вас благодарю на самом деле за внимание более того у нас на форуме и всегда можно задать любые вопросы мы всегда отвечаем очень быстро если это будет касаться объяснений каких-то вещей простых или заново объяснение того что я рассказывал с удовольствием вообще всегда и опять же вот этот курс да прошлогодний он больше не для того чтобы там как-то привлечь вас к торговле он больше для того чтобы показать что есть определенные рабочие моменты которые можно использовать какие еще вы наработаете да ну будет зависеть только от вас большому счету потому что зарабатывают деньги все по-разному это я могу сказать точно реально большие деньги зарабатывают все трейдеры по-разному но зато теряют одинаково все ну всегда все ошибки одинаковые кто как зарабатывает ну вот я вам показываю да и не то что даже чтобы всю жизнь потом повторяли это сколько как-то кристаллизировали это здание да на его основе взяли и там дополнили чем-то просто ну мы трейдинг тоже не взяли последние два дня этому пример и трейдинг и тфов периодически но опять же ну как бы так больше упущены возможности скорее чем какие-то проблемы хорошо гэп на опережение итак я рассказал вам что есть все-таки какая-то разница да особенно в целях которые мы ставим перед собой то есть здесь наши цели могут равняться прошлому вменяемому да не хаотичным там в каких какая-то консолидация здесь бывает и у нее есть такой вот шип нет прошлому трендовому движению данного инструмента после выхода из зоны аккумуляции объемов то есть вверх в подавляющем большинстве случаев то есть если рынок там не в коррекции находится относительно основного движения то вероятнее всего вверх у вас будет также там поинтов 5 да если здесь цена прошла порядка 5 поинтов здесь у вас тоже есть такой же плюс-минус иногда побольше иногда поменьше но это больше даже от рынка в данном случае зависит вариант заработать денег и открыться неважно что он здесь рисует очень хорошо когда собственно внутри этого движения происходит то так же гэп на опережение да и так же бумага потом идет вверх у вас чуть-чуть подрасширяется диапазон но опять же завышенные цели ставить никогда не стоит если вы не хотите сидеть бумаги там десятилетиями окей хорошо гэп на опережение мы поговорили это очень важный момент потому что такие вещи я буду расскажу вам гэпи на с выходом на экспирацию то есть мы обсуждали несколько вебинаров назад до отбора когда я говорил о типах движения типах трендах чем они обычно заканчиваются да и вот следующий важный момент который тоже можно трейдить да но как бы просто несколько по-другому поаккуратней то есть секунду удалю все свои свой мазню то есть следующий гэп да это гэп с выходом на экспирацию или там реализацию последних объемов то есть как мы можем определить что это именно да это наверное один из самых таких сложных вариантов торговли поскольку требует от трейдера очень 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 долго и нудно сидеть за терминалом да и собственно принимать решение при этом крайне быстро да то есть два-три дня может ничего не происходить неделю три недели а после этого вам нужно будет зайти и выйти из стака в течение часа и заработать при этом движение это с одной стороны может быть привлекает определенную определенную ну своей простотой да где-то на самом деле определить где войти и где выйти ну гэпи с выходом на экспирацию крайне сложно это наверное такой вот самый интересный самый такой профессиональный вариант торговли гэпов то есть как выглядит ситуация допустим у нас есть предшествует какая-то консолидация да то есть мы у нас опять же давайте повторюсь для тех кто с нами не самого начала да что это такое у нас есть зона да диапазон в которой цена ведет себя скажем так не подходящий для того чтобы набирать позицию то есть поставить стоп сложно потому что здесь торговать даже вот этот диапазон ну как бы вот эту разницу между ловый хай может быть практически нереально поскольку так реализация последних объемов по привлекательной цене ну неважно по любой на самом деле по любой цене последних объемов по любой цене как раз таки сейчас вы поймете почему то есть у нас есть зона консолидации в которой мы ничего не делаем потому что собственно говоря диапазон наших стопов да там они могут быть вот здесь над всеми вершинами сверху и диапазон там нашего low да вот такой вот то есть наши стопы не позволяют нам добиться нужного профита да вот в этом движении то есть на что правильный примерно нашему потенциальному заработку мы здесь там в зонах консолидации там как правило нет трейдинга насколько это просто невыгодно консолидация как правило да там если бумага не мертвая переходит в аккумуляцию то есть в range да дальше надо смотреть по рынку да смотреть по индустрии куда в принципе направлены взоры институциональных инвесторов да то есть хотят ли они видеть эту бумагу действительно там ниже или выше да опять же об этом я рассказывал на протяжении двух или трех вебинаров внутри в этом году смотреть записи на нашем канале дальше мы видим следующее то что бумага выходит цена защищается потом идет таким трендом и в общем все понятно все хорошо да сейчас даже более по логике как правило движение по логе в данном случае да и после этого для того но такого под 45 градусов вниз да тренд хорошего не образуется здесь институциональные инвесторы да профессиональные участники рынка могут реализовать такую ситуацию то есть для того чтобы подтолкнуть толпу к дальнейшему скажем так пониманию того что бумага пойдет вниз да то есть чтобы заработать гораздо больше денег можно выкинуть скажем так достаточный объем да то есть у нас здесь был рейндж здесь бумажка на протяжении там трех торговых сессий не может никак достаточно пройти ниже вот условно да какого-то диапазона цены который сформировался да который видит толпа и при этом мы понимаем что здесь они понимают профессиональные участники рынка что особых продаж в инструменте нет после этого можно видеть следующего картину то есть в последнюю свечку последние полчаса даже скажем так торговой сессии да вот этой мы видим нарастание объемов да то есть опять же геометрической бумага проходит достаточно много после этого скажем так происходит следующее мы видим гэп на достаточном объеме да на достаточном объеме и после этого скажем так после этого гэпа бумага просто на огромном объеме там в три раза превышающем объем последней свечи то есть вот здесь да давайте это перерисую чтобы удобно то есть у нас есть консолидация потом аккумуляция потом плавный выход потом резко заканчивается торговая сессия большими объемами после этого стак открывается не очень не намного ниже да то есть гэп порядка там 20% 20% от прошлой торговой сессии от прохода цены цены за прошлую торговую сессию после этого мы видим что сразу же опять же в данном случае говорить о том что есть вообще какие-то стопы для торговли бумаги наверное не стоит потому что если вы видите что после такого загиба да опять же на дейли графике он будет выглядеть там свечка побольше потом маленькая маленькая чуть больше чуть больше чуть больше опять же объемы свечки растут после этого относительно небольшой гэп здесь надо просто брать шорт и понимать что ваш риск это примерно этот гэп то есть ваш стоп он скажем так тут играет только money management вашего депозита то есть если ваш депозит позволяет выдержать на этот объем такой откат то в 80% случаев вы заработаете денег как минимум столько же бумаги прошло за прошлую торговую сессию за один день но дальше происходит следующим образом как правило вот это движение которое здесь начинается оно начинается на действительно большом объеме и оно отвесное бумага падает причем достаточно сильно объемы в данном случае за первые полчаса нарастают опять же в геометрической прогрессии но вы понимаете что эти объемы меньше чем объемы в последнюю вот эту свечку то есть если здесь были вот такие объемы в последнюю свечу то здесь есть первый достаточно большой объем который больше средней свечи открытия потом еще больше потом еще больше после этого продавать уже особо не продают покупать не покупают и стак идет в провале ликвидности без особого объема то есть какое-то время после этого как правило 30% фортката то есть вот это вот выход на экспирацию последний объем который они хотели продать в данном случае они им а это как правило там не более 5% всего объема который они загрузили в эту позицию в этот инструмент там на шорт допустим условный он будет реализован именно как бы вот в этот день да и в первую буквально может быть первый принт нового дня после гэпа после этого все что происходит это толпа а толпа торгует следующим образом все разгоняются так после этого есть какой-то пик без объема ну вернее пик на объеме после этого объем пропадает бумага без объема отлетает наверх после этого все у кого на фильтрах все трейдеры у кого на фильтрах с утра был этот стайк начинают пробовать догнать его догнать как вниз от общего движения как вверх от общего движения и начиная с обеда институциональные инвесторы покидают эту бумагу и бумага ходит исключительно такой вот консолидации во флете с выходом вот таким вот забирая стопы всех то есть ну здесь происходит совершенно непрофессиональный трейдинг на обеде по поводу того обед у нас по московскому времени там летом с 7 часов вечера там зимой с 8 часов вечера по нашему времени по Москве и собственно говоря под конец дня как правило вот эта бумажка может отойти вниз но в 50% она может и вверх отойти там ближе и при этом может закрыть дальше гапа может не закрыть но если шартов в бумаге много то есть если мы видим что к этому моменту за последние 3 месяца показатель шартов вырос да как делать я тоже показывал на прошлых вебинарах на сайте финвиз показатель шортфло есть такой если он достаточно высок показатель шартов в бумаге то бумага после этого рисует очень хороший долгий интересный качественный даунтренд да то есть мы увидим прям так здесь действительно зарабатываются деньги и бумага может падать там дальше очень красиво и без особых там условно без особо сложных откатов да переживаемых достаточно долго если шартов в стаке мало да то есть там меньше 5 процентов то вероятнее всего бумага пришла отсюда там сюда вот сверху да после этого кто-то разгрузил позицию здесь и последнюю часть позиции для того чтобы ну для того чтобы здесь показать что бумага слаба скажем так выкидывают вниз для того чтобы ну скажем так после этого бумага отошла настолько низко что ее снова можно было бы взять по интересным ценам ну исключительно обычно дальше институциональные инвесторы даже не защищают цены да то есть если шартов бумаги мало если бумага пришла снизу вверх да то как правило институциональные инвесторы теряют интерес бумаги и бумага встает вот в такую длинную консолидацию если шартов мало если шартов в стаке достаточно много да и они возрастали да вот в этот период то есть если бумага пришла не отсюда да не снизу а допустим как бы как вот наш рынок допустим сейчас да как спевай достаточно долго в широком рейнже рейндж сужается да вот так могло случиться могло случиться перед брекситом да на самом деле там шартов было достаточно много недвижимого строения заполонили рынок да но слава богу мы вышли в нормальный от тренд в бычий рынок до сих пор в нем собственно говоря для бумаг да для акций это вполне вполне себе обычная картина да то есть если шартов много бумага пройдет достаточно долго если шартов к этому моменту меньше 5 процентов то уже ожидать какого-то интересного даунтренда не стоит и этот гэп надо торговать следующим образом заходить с самого утра и выходить на скажем так на каких-то менее осязаемых вещах просто дожидаясь большого объема когда собственно говоря внизу вы видите что спред уже достаточно достаточно велик там до 3-4 спредов стандартных и собственно ваш риск-реворд там больше чем один к трем да то есть если у вас здесь единицу да а здесь так прошел за день уже там 3-4-5-10 там 3-5 а вот этих гэпов да то вероятнее всего вам стоит покрыться интродей да и собственно говоря вот в этой точке да там под конец торговой сессии как бы так красиво не рисовал не заходить в него вот и все это вот такой гэп с выходом на экспирацию то есть на выкидывание последних объемов да и а затем там что с ним все равно либо если это последние объемы в шорт да то есть а не покрытие лангов то да это выход интересный да то есть для сложного этого достаточно сложного но не самого при этом сложного вида гэпов с выходом на экспирацию реализации последних объемов есть несколько правил да то есть первое правило опять же это может быть там с ученым какой-то новости да без проблем то есть первое правило которое у нас есть перед гэпом мы видим скажем так там все по-разному называют но скажем так цена после консолидации затем аккумуляции да то есть из код рынжа понятно выходит на такую там три свечки одна каждая последующая больше другой объема больше другой к той торговой сессии где есть резкое повышение объемов на шорт на сел в конце торговой сессии мы видим что график инструмента загибается максимально плавно но при этом на коротком отрезке времени мы видим там три свечки давайте попробуем найти похожие вещи лень по инструментам это не то спайдер тоже не показатель давайте посмотрим daily график допустим того же когда у нас там был большой достаточно шорт давайте посмотрим другую бумажку экспирация фьючерс порассматриваем нет не фьючерс тут я не беру вообще ситуацию с рынком фьючерс с фьючерсным рынком тут слово экспирация имеется ввиду реализация объемов которые нужны да то есть реализация недостающих объемов вот она да например то есть это бывает и внутри дня сейчас посмотрим по этой бумажке то есть так где-то был такой момент у нас а собственно нет вот что я вам покажу самый самый такой интересный момент где их было очень много сейчас покажу то есть вот daily graphic vrx вот она вот сейчас секунду вот он то есть после консолидации да какой-то достаточно долгой да то есть мы видели какие-то хаи какие-то лаи торговать здесь нереально вообще было мы видим уже сформированный рейндж хороший из которого в принципе бумага хоть и выходит да достаточно грязно но потом обратно встает там чуть ниже него и мы в общем-то понимаем что бумага идет чуть ниже скажем так вот здесь вот вот этот период для бумаги vrx был очень новостной там фонд cintron про него писал достаточно много отчетов то что они ведут неверную политику слияния и поглощения муклюют с отчетностью и скажем так завышают свои финансовые показатели посредством увеличения стоимости своего продукта там во много во много раз только потому что они в общем-то становятся монополистами по продаже его большая аптечная сеть очень интересный на самом деле кейс посмотрите vrx посмотрите вообще что по нему пишут и что по нему писали там 2-3 года назад и вот вот этот момент да то есть мы видим свечки красные мы видим повышение плавных объемов а после этого вот она экспирация первичного объема то есть те кто не успели зашортить вот здесь его а здесь шортфлот по бумаге составлял порядка 20 процентов если не ошибаюсь в этот год и в общем-то достаточно много то есть пятая часть хозяев бумаги она сидела в шортах и понимала что понимали что в общем-то ну не ровен час бумага упадет и в данном случае здесь выходили те кто у кого были позиции в лонг да кто-то кто-то еще пытался достаточно много фондов пытались защитить свои цены закупали но в основном здесь догоняли догоняли вот это уже достаточно сформированное движение и набирали в шорты бумагу после этого бумага торговалась крайне скверно эти дни вот это пару месяцев и там чуть хуже ситуация да там какая-то еще новость даже здесь была я помню и бумага летит дальше все да то есть видим вот такую картинку вероятнее всего после даже небольшого гэпа да как вот здесь мы увидим интересную ситуацию где будет там баттон пик то есть где бумага развернется внутри дня после этого снова ниже может открыться после этого выше не важно важно другое если шортов много да в бумаге то даун тренд сейчас я вам покажу что с бумагой дальше произошло да за эти там полтора года то даун тренд великолепен за два года ну то есть с 220 долларов до 8 и собственно говоря количество шерст не менялось к бумаге просто бумага реально упала да все это время ее трейдер ну как-то так но если шортов здесь нет то есть вообще нет и просто те кто в бумаге ничего кардинально плохого нет но скажем так есть варианты заработать денег гораздо быстрее залив эти деньги в другие бумаги да там другого сектора там совершенно другой направлится другой рынок вообще выйти да ну разместить свои свои деньги то и шортов в стаке нет то есть покаять шортов маленький то как правило вот этим днем вот этим большим днем все и заканчивается и бумага может просто вообще умереть поэтому смотрите за показателем шорт флока да видите вот эти вещи давайте я вам прямо сейчас напишу все по этому поводу итак перед гэпом мы видим что график инструмента загибается максимально плавно при этом при этом объемы объемы растут пропорционально не пропорционально вернее а так максимально плавно при этом объемы растут в геометрической прогрессии да далее после этого пункта мы должны понять 2.1 большой шорт флока большой шорт флот то есть больше там 15-20 процентов да отлично значит мы берем первым принтом да ну условно первым принтом то есть в первую пятиминутку да надо успеть по хорошим ценам взять шорт следующий пункт там 2.2 шорт в первую пятиминутку в ее конец только если мы видим что первая пятиминутка запятая только только если первая пятиминутка пятиминутка с объемом больше средний средний для начала любой торговой сессии в этом инструменте окей да далее 2.3 в зависимости от того как долго вы собираетесь держать дальше инструмент да насколько вы можете какие у вас вообще цели да какая у вас позиция и хотите ли вы вообще набирать что-то еще или в принципе вы ждали именно этого сетапа при большом шортфлоу стоит просто подождать и не делать ничего на протяжении там нескольких торгов нескольких там ну условно месяца большой шортфлоу за месяц в шорте да вы поймете что ну вероятнее всего вы правы а дальше уже как-то передвигая цели то есть позиция основная часть позиции переносится на средний срок все дальше цели исключительно ну по новостному фону на самом деле и по тому каким образом бумага торгуется и теперь второе правило это торговать сложнее так я неправильно не сделал здесь надо было 3 здесь ну в общем окей 2-2 вот здесь на самом деле 2-2 2 другой хорошо запишем другой вариант ну я пишу максимально простые вроде как вещи да которые можно проверить и при этом они работают могу сказать точно да как бы ну вернее работают только они все остальное это домыслы потому что ну если вы для себя поняли вот это да то есть как бы ответили на этот вопрос вот таким образом что здесь большое шерфло либо здесь другой вариант шортфло шерфло 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 10 процентов так шерфло меньше 10 процентов то есть от 5 до 10 а то и от 2 до 10 то поступать надо следующим образом 2 3 ну я думаю что вы меня понимаете если что-то не ясно да вы спрашиваете окей третий следующий шаг это также берете первую пятиминутку шорт первую пятиминутку затем ждете валюм спайка то есть резкого возрастания объема то есть объемы будут расти в геометрической прогрессии в какой-то момент объем будет расти очень сильно да то есть там превысит там в 3-4 раза прошлую пятиминутную свечу или в 3 или в 10 раз превысит прошлую минутную свечу да и там надо покрываться причем весь объем сразу же отчеркнуть первую пятиминутку и выход на значительном но опять же валюм спайк их может быть по этому движению достаточно много но последний будет всегда самый большой поэтому тут надо гэп с выходом на экспирацию это сложное да но только потому что вам надо будет довериться какой-то чуйки опять же с опытом это придет и выход на значительное повышение объема повышение объема в полном размере то есть вы сколько зашли одним одним входом столько и вышли одним входом и не надо там допродаваться походу потому что вы никогда не получите нужных цен и опять же будете переживать за это и не надо и растягивать выход по большому счету ждите большого взрыва объема и выходите все дальше бумагу не трейдить то есть пункт 4 забываете о бумаге причем надолго потому что дальше она трейдится правильно какое-то время еще не будет но в случае если шортфлоу там меньше 10% окей итого варианта 2 большой шортфлоу будет достаточно долго разыгрываться да ситуация маленький шортфлоу ситуация будет разыгрываться там в первую в первую треть торговой сессии которая была после гэпа там 20% 20% относительно прошлой цены ой прошлой прохода цены окей понятно с шортами именно с третьим пунктом гэпс выхода на экспирацию я старался вот эту вещь максимально объяснить и одно и то же проговорить несколько раз но если непонятно вот это очень важно на самом деле это один из самых важных моментов потому что путая вот эти два ну вот эти две ветки торговли одного и того же да хотя в общем ситуация достаточно простая люди теряют все пересиживают лишнего начинают допродаваться те же так интересно и понятно хорошо и так это уже почти час 20 у нас сегодня у нас еще осталась половина темы по гэпам и продолжим мы его в четверг я думаю там тоже на полтора часа эбинар теперь давайте немножко отключемся от этого а да и перед ним завтра у вас будет с утра на канале запись вот этого вебинара пересмотрите его и перед следующим задайте вопросы и более того посмотрите да посмотрите графики бумажек прямо но ликвидных в неликвиде ничего не работает ну работает но очень сложно во-первых а во-вторых если вы научились трейдить неликвид и заработали достаточно денег то потом вы не сможете трейдить вообще ничего потому что в неликвид большой объем не залить и много денег не заработать из-за этого даже при том при всем что в долларах в цене акции вы можете пройти 10-15 поинтов но при этом больше сташе вообще не залить в нормальной цене поэтому старайтесь сейчас обратить внимание на ликвидные бумаги ну опять же высоко ликвидные там мейджеров особо не брать там условно просто ликвидные бумаги их много там порядка там 700 бумаг которые можно ну условно каждый день в которых есть подобные вещи поэтому давайте сейчас таки отличемся от гэпов давайте поговорим о ситуации низко на рынке если хотите услышать мое мнение выдыхаем начинаем развлекаться окей ну условно итак brexit да и резкий рост финансового сектора затем ставка то есть заявление о том что фрс будет ее увеличивать затем неудобное условно да опять же со стороны да как показывали в сми сложное неудобное финал компаний за пост президента да после этого кстати ночью тогда сам фьюж да то есть снт 500 он показывал где-то в районе 200 то есть вот здесь там же где и там же где и был brexit но благо благо фьюж мы не сидели в лангах то есть на утро после выборов рынк открывается выше финансовый сектор опять же вроде как на не очень хороших новостях для них да условно резко начинает расти то есть начиная с вот этого дня да заканчивая вот этим финансовый сектор с плечом 1 к 4 дал порядка там 160 140 процентов если не ошибаюсь только мейджеры а региональные банки дали там в депозит по-моему 180 процентов после этого опять же определенное новое настроение о том что трамп не оправдывает каких-то ожиданий в первой части своего срока да и снова нагнетение обстановки по поводу того что наверно рынок все-таки сильно перегрет волатильность падает и отсюда мы отправимся ниже да ничего подобного опять же что финансовый сектор что новости о новых рабочих местах да и о том что производственный сектор будет в США развиваться то что производство в принципе будет перенесено в США рынок опять же растет показывает нам 240 да что-то мы какие-то какие-то стаки мы покрыли понимая что здесь будет откат собственно куда он может быть и где будет происходить основные закупки первые части позиций достаточно достаточно большие по основным что по мейджерам что по рынку что по итефке что по стали и нефти будут закупать тогда когда спивай будет примерно в сегодняшних вчерашних ценах то есть 3470 тире 35 ну как бы вот здесь ниже этой цены это будет первый такой условно 10% предел здесь загрузят 10% в той позиции которую хотят увидеть к выходу к 237 после этого если этого будет недостаточно если здесь позицию загрузить не получится то есть полностью и мы увидим выход сюда но не увидим здесь огромного достаточного повышения объемов то по моему мнению мы увидим 200 там 25 230 здесь волатильность еще больше возрастет то есть торговать то есть торговать вот здесь вот эти дни в шорт будет невозможно совершенно то есть стаки будут там первую половину дня без объема расти закрывая там прошлый гэп условно после этого будут падать но при этом падать с такими дикими откатами что в общем-то если вы неудачно зашли в шорт вероятнее всего ну вы будете закрывать позицию в убытке при этом ваше направление верно и так будет там достаточно долго потому что скажем так непрофессиональных участников рынка их деньги их позиции их растянут растянут и будут потихонечку их отрезать потому что шорт здесь будет сложный если он и будет если мы поймем что рынок откроется ниже поближе поставлю если рынок откроется на днях в пределах 2-3 торговых сессий в районе 233 вероятнее всего это будет последнее место где можно будет взять шорт но при этом шорт этот будет на пару поинтов может быть как-то так на пару тройку после этого здесь также мы увидим какой-то достаточно высокий взрыв объема мы увидим покупки то есть вроде как бумаги падают но зайдя в шорты вроде как в нормальных точках вы будете понимать что в основном вас стопят то есть какие-то фитили будут ну то есть как говорят непрофессионалы условно рынок будет гоняться за их стопами на самом деле ничего подобного потому что просто продаж здесь нету больших здесь есть перестановка скажем так ордеров на покупку то есть бедов то есть то куда мы бьем при селе это же те люди которые хотят купить посмотрите с другой стороны на рынок и то есть чем больше вот сюда нажимают тем просто они понимают что они могут выставить свои объемы на покупку чуть ниже а поскольку рынок инструмент роста и мы наконец встали в достаточно такой хороший интересный аптренд особенно если посмотреть даже не вдаваться вот сюда вот как бы к этим лоям еще при Обаме а вот посмотреть окончание срока Обамы и Brexit великолепные ну это вот ситуацию с Brexit я могу сказать что это наверное единство за последние два года там 100% вариантов зарабатывания денег на рынке все остальное 78 всегда даже выборы президента но все равно вот это было достаточно однозначно да вот в этот же день там собственно в день Brexit нам было набирать просто позиции и все больше ничего собственно что мы сделали окей далее далее если на протяжении там двух-трех месяцев мы увидим там 226 опять же шарты будут крайне сложными и я бы если вы хотите активно торговать я бы вас посоветовал на падающем рынке стараться как ни странно как ни странно на таком откате рынка стараться набирать лонги причем стараться набирать их как ни странно с очень маленькими стопами ну то есть и с очень маленькими целями то есть я не говорю про скальпинг я говорю про даже может быть интровик да то есть несколько торговых сессий но при этом ваши цели должны быть аккуратными да и при этом то что вы набираете в лонги в откатный рынок да условно падающий а при этом в новостях вы будете слышать о том что все пропало все пропало все выходят из позиции в американском рынке и рынок падает особенно по нашему телевидению к сожалению о том что все все рынок рушится то что Трамп предсказывал будет но если мы дойдем до 226 это будет значит только одно что в течение этого года мы увидим 250 по SPY причем увидим мы вот таким же аккуратным аптрендом причем первую половину этого движения все будут думать что это откат и потом снова пойдет все вниз и будет средний срок и в долгосрок набирать шорт но это будет только не у профессиональных участников рынка а профессиональные участники рынка уже кто-то уже расставился кто-то будет добавляться объемами да против но опять же вот этот момент да вот эта вот цена она даже важнее чем вот этот провал был потому что этот провал это был просто пощупали да пощупали насколько публика готова продавать большим фондам, институциональным инвесторам свои бумажки, которые они там купали, кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то вообще вот здесь, отдавать их обратно в руки больших фондов. Здесь же уже идет очень техничная борьба. Вчера была трансляция по CNBC относительно рынка, большая аналитическая программа, то есть рынок открывается, он идет вверх, после этого выходит где-то в середине дня у них вышла такая долгая передача в CNBC, где разные эксперты говорили про рынок. Он падает, потом резко растет, ну то есть по идее это тренд, который должен закончиться вполне возможно здесь, ничего подобного. Мы разворачиваемся, доходим сюда, от этих цен вроде как важного уровня уходим вниз, после этого всем перебивают стопыш артистам, просто правильно я смотрел, социальная сеть трейдеров, они кто-то что кричал, кто-то докупался, кто-то допродавался, но в основном, по крайней мере на сток твитс, были такие гневные вещи по поводу вот этого движения на рынке. Мне, в основном, продаваясь работа крайне сложная, собственно говоря, как сегодня, в первую половину дня. Но вот эти цены, да, вот опять же, они, вот у нас гэп, да, то есть первое резкое движение, да, после этого встает даунтренд, но при этом очень тяжелый. То есть понимаете, что вот мы перебиваем лоу дня сегодня, да, условно, и вы заходите в шорт, и это правильно, потому что мы видели окончание, да, с нарастающими объемами под конец сессии, да, вроде все правильно. Здесь видим свечку в три раза больше, чем среднюю, и, впрочем, все сходится, да, и так происходит каждый день. Но после этого шорты, да, вот если рынок сейчас будет идти вниз, то будет идти вниз он вот такими движениями. Как бы вот это вряд ли будет ваша цель, да, но при этом к вашей цене, а то и чуть выше, да, если вы взяли где-нибудь вот здесь вот там пониже, бумага придет и придет и будет показывать резкие покупки. После этого снова падать. Вот здесь вообще что-то набирать будет невозможно. Опять же, и вот это-то точно тоже не лонг, да, там, но вот это движение можно было забрать. У меня получилось его забрать в UXY сегодня, собственно говоря, сейчас покажу вам бумажку. Я до сих пор в нем сижу, вот отсюда, вот здесь, отсюда я в шорте по нему. Это ETF на волатильность, да, тройной ETF причем, в три раза больше, чем идеальная волатильность. То есть, ходит он следующим образом. Когда рынок растет, он всегда падает. Ну, там много разных переменных, но это самое главное. Когда рынок растет, он всегда падает. То есть, после достаточно большого роста, особенно с гэпами, мы видим резкое падение, да, то есть он открывается реально ниже. То есть, ну, здесь можно и так однозначно. Вот, мы видим три дня роста, после этого он открывается вот здесь и падает вот сюда, потом еще падает. То есть рынок в эти дни падал, в эти дни рост. Здесь будет примерно то же самое. Я понимаю, что движение последних пяти-семи дней рынка, да, и возрастающая волатильность, вероятнее всего, приведет, если не к окончанию, да, вот такого локального движения вниз, то, по крайней мере, к откатку 18-е. Поэтому искать здесь хай, да, там, с третьего раза сегодня, если не ошибаюсь, было логично, да, как бы. То есть, первый раз я пробовал шуртануть здесь, то есть бумага не пошла, я в ноль вышел, потом я пробовал шуртануть вот здесь вот, бумага не пошла, я вышел, после этого снова, по-моему, здесь вот я зашел. Ну, опять же, стопы у вас должны быть небольшие, потому что рынок сейчас в стадии отката. И при этом рынок сейчас активно набирают в лонг большие институциональные участники рынка. Например, набирают их такой стиль, ну, им набрать бумагу, когда рынок растет, очень сложно. Они еще больше растягивают движение, потом еще больше нагнетается волатильность, дичащие откаты. А для показателей фонда это самое страшное. Поэтому большие институциональные места набираются тогда в лонг, когда рынок падает и выходит из своих позиций, либо в каких-то консолидациях, да, сейчас секундочку, спайдер покажу вам, еще раз ETF на рынок. Помучаю вас еще немножко сегодня, если можно, да, расскажу вам просто, ну, свое видение. Может быть, у кого-то будет другое. Там, на самом деле, мнений на рынке безумное количество. То есть, и выходят они как раз-таки вот здесь вот, да, вот в такие вот вещи, да, частично. А заходят они в такие вот, вот в такие места. То есть, здесь набирались и социальные инвесторы. Вот они. Вот это покупки, это не продажа. Это, ну, это, скажем так, перекладывание из одного кармана в другой акции, в более выгодные для покупателя цене. Вот это, это не покупки. Здесь продавать хотят все выше и выше. То есть, понимая, что бумага пойдет дальше, те, кто имеют эту бумагу, готовы продавать по гораздо большей цене, чем есть вот на этот момент, да, допустим. И поэтому актировка-то переставляется. Мало людей хотят продать здесь, но уже чуть больше хотят продать здесь. И начинается какое-то перераспределение там интереса, да. И то же самое в этих местах. Поэтому здесь будут наблюдаться покупки. А большие покупки – это всплески, да, сложные всплески, скажем так, изменения цены, да, вот как здесь, например. То есть бумага подходит, да, относительно без объема, падает, да, резко. То есть все, кто находились отсюда в лонгах, вероятнее всего, вышли по гораздо хуже ценам, чем хотят. И вряд ли кто-то здесь в этом месте докупался, потому что, а что, откат отсюда, да, от важного диапазона стоит, вероятнее всего, это продолжение движения вниз. И они правы. Но после этого они снова выходят из позиции, из шартов. Потому что вот это уже явное подтверждение, что, ну, вероятнее всего, бумага пойдет длить. И даже вот здесь еще кто-то набирался. Да, ну, при этом, вот, что происходит. И при этом кто здесь набрался, вряд ли здесь вышли. То же самое пытаются сделать сейчас. Но я все-таки думаю, что следующий день откроется здесь, да, чуть выше. И потом мы снова спустимся, и потом снова выйдем, да. И вот чем шире будет вот этот рейндж, да, тем больше бумаги смогут набрать социальные инвесторы. Но при этом, чем шире рейндж, где они набирают, да, вот этот, тем сложнее им потом будет убедить толпу покупать все выше, да. Тем сложнее будет им потом развернуть это движение, да, так же графиком, так же, чтобы все понимали, что нет, мы все-таки в аптренде. Вот как-то так, поэтому. И буквально там, у нас есть 7 минут, могу на вопросы ответить, а могу там пару идей рассказать. Своих наблюдений за рынками, за последними там, за конкретными инструментами за последние там месяцы. Хотите? Либо вопросы, либо пару идей. Выбирайте. Потом я заканчиваю. Отпишите в чат. Если есть вопросы, я отвечу. Так, интересно. Сергей, рад вас приветствовать стать. Как у вас продвигается? Идеи, я понял, хорошо. Окей. Идеи, отлично. Есть такая бумажка, да, есть такая компания, которая создала в свое время в Великих Карнеге, да. Один из первых миллионеров, миллиардеров США. То есть, чем занимается эта компания? Экс, это United States Steel Corporation. Занимается она поставкой стали. Это ее дейли график. Вроде как, это хаи. Да, вроде как, здесь нарисуют голову плечи. Вероятнее всего, да, и после этого все будут ждать, что она снова пойдет в них, потому что заявления Трампа, они, скажем так, многие из них, что касается рабочих мест, противоречат многим американским принципам, да, там, свободам. И понятие вообще об эффективности и, скажем так, тому, что действительно, может быть, не стоит вкладывать в дорогие рабочие места, а проще перенести их за границу. Но все это ерунда, на самом-то деле, поскольку, кроме этого, будет достаточно, достаточно важно продавать больше стали. Это одна из самых больших корпораций, в которой залито, и вообще секторов экономики, в которой залито огромное количество объема. То есть, на протяжении, там, с 2004, там, сейчас покажу, где этот пик и график поставлю. Собственно, после кризиса 2008 года, сейчас, одну секунду, догрузится график. Вот он. Это 2007-2008 год. Когда действительно продавали, может быть, и не столько много, но зарабатывали огромное количество денег. То есть, рынок был действительно разогнан. А X находится на уровне 2000-х годов, да, условно. А при этом, при этом, сейчас это уже другая компания, пережившая этот кризис. Компания X, там, United States Steel Corporation, полностью поменявшая многие, свою бизнес-модель, также полностью, скажем так, реализовав достаточно много изменений, да, и в нее залито сейчас очень большое количество национальных инвесторов. То есть, вот все, что вы видите вот здесь, вот, это все покупки. И вот этот момент с приходом Трампа, да, выход и заявление о том, что эти будут новые производственные мощности, новые заводы, новые трубопроводы, газопроводы, а это действительно так. Это может быть последний вариант купить данный стак в этих ценах. Плюс, в принципе, ничто нам чисто даже по графику, да, как бы, по большому счету, и не противоречит этому. Понятное дело, что это еще консолидация, но то, что происходит в последний, там, вот этот вот перемежуток времени, да, это скорее уже интересная аккумуляция объемов. Посмотрите, как плотно объемы на таком маленьком проходе цены расположены. То есть, в отличие от рынка, да, который, давайте покажу вам еще раз, еще раз рынок в этот же момент, да, который явно, ну, явно слабее, ну, слабее сейчас, да, и в откате находится относительно своего основного движения. Компания X в данном случае показывает определенную силу, да, и вот отсюда происходит защита цен. Да, давайте покажу вам теперь, там, 15 минут, допустим. Посмотрите, каким образом X реагирует на любые продажи на рынке. То есть, SPY также ушел очень низко в этот момент, да, пробиты все уровни, да, но опять же, посмотрите, объемы хоть и большие, да, но они, скорее сказать, средние здесь. И нету никакой панической распродажи, да, то есть, заканчиваются, вроде как повышаются, да, открываются без гэпа, еще в первые, там, 30 минут падает, потом валим спайк. И после этого на протяжении, с 6 апреля по сегодняшний день на относительно слабом рынке сейчас, относительно слабом SPY, происходит очень сложный, да, опять же, с откатами, да, когда рынок откатывает, и, собственно, сталь откатывает, и X откатывает бумажка. Но это покупки, причем покупки очень интересные. Более того, до сих пор сейчас там достаточно много идей и мнений о том, что надо шортить бумажку, потому что все это получит, и не будет никакого движения вверх, там, к прошлым ценам. Но те, кто набирали институциональные инвесторы бумагу, там, за прошедшие, там, несколько лет, собственно говоря, они понимают, да, что они заработают на этом, на этой инвестиции. Опять же, если вы посмотрите на Финвиз, да, вы увидите, что показатели владения институциональными инвесторами, они переваливают абсолютно все, да, то есть, ну, шортов бумаги практически нет. И, вероятнее всего, в один прекрасный день, да, там, может быть, через неделю, через две, мы увидим стак вот здесь, а после этого будет крайне сложно набрать его, потому что еще несколько раз вытрясут до 38, из своих позиций, там, средние фонды и домашних непрофессиональных инвесторов. Это могу вам сказать точно. Поэтому, с одной стороны, может быть, их сейчас набирать уже поздновато, да, в расчете вот на то, что вот это было, там, локально, там, защитить цен, но все же. Посмотрите, каким образом он будет реагировать на движение рынка, да, и найдите тот день, когда рынок на небольшом объеме будет идти вверх, а X еще раз немножко попробует подкатить, чтобы поднабрать еще, да, объема. То есть, возможно, где-то по 34, по 34 до 30 в ближайшую неделю при, скажем так, должной картинке можно будет набрать достаточно большую позицию по X, с небольшим стопом, и, собственно говоря, это будет одной из самых интересных среднесрочных идей. У меня чисто для проверки есть, сейчас скажу вам, 80 shares, X, сейчас на 5 минутке точно покажу цены. У меня есть в прошлой неделе X, вот где-то вот отсюда 20 shares, отсюда 20 shares, есть здесь вот по этой цене 20 shares, и по вчерашнему клоузу еще 20, а, так, где вчерашний клоуз, секунду. Да, и вот где-то здесь, там еще 20 shares. То есть, в принципе, ну, вообще, я вам точно цену даже могу сказать. 20 shares по 32, 72, 32, 72, вот, значит, где-то здесь вот это он был взят. Потом 20 shares по 34, 10, 34, 10, а, это, значит, было взято еще здесь, где-то вот в этот момент, 34, 10, да. Потом есть 32, 90, вот где-то вот в этом месте, да, в этот день. И есть по 33, 85, вот это, по-моему, как раз-то вчерашняя позиция последняя. Сейчас посмотрим точно ли. Да, вот где-то здесь был взят еще по 85. Ну, то есть, средняя по позиции сейчас 33, 39, она заметно испортится, да, 33, 39, это как бы, ну, это даже не позиция, там, это, скажем так, я хочу посмотреть, каким образом отрабатывают, да, и какие, какие примерно просадки по инструменту я буду видеть. Для того, чтобы потом как-то вот здесь вот попытаться там 33, 90, 34, 90 набрать основную позицию по нему. Окей, вот это, на самом деле, одна из таких идей. X очень интересно ходит, он достаточно волатильный, при этом цена на него явно ниже, скажем так, моих ожиданий. Окей, ну и тоже сталь и уголь, с ну и несколько другая ситуация, ну и объемов меньше, просто меньше объемов, чуть меньше народ на него смотрит, но если пойдет X, ну и пойдет гораздо быстрее, но ну и дороже, спред, ну и больше, там, 3 цента вместо там 1, ну, не, кстати, спред примерно такой же, как в X, но ну и тяжелее будет. Тяжелее будет трейдить, я его еще не брал, но я думаю, что где-то в 61, 62 можно будет попробовать набрать позицию. Опять же, давайте покажу вам дейлик, ну и график. Примерно та же картина, но чуть, скажем так, тяжелее, да. Под растянута консолидация, даже при том, при всем, что вроде как в последние недели мы опять же видим аккумуляцию, да, там объемы достаточные, но ничто не мешает, ну и допустим, открыться еще раз вот здесь. Даже при том, что X может быть в этот день, сделает достаточное движение, при этом даже вверх, ну и могут просто технически, технически подпровалить немножко. Поэтому смотрите сами, ну и один из таких инструментов, которые тоже можно брать. И еще один стак, который стоит действительно очень дешево, но который я также ожидаю наверху, это Aka Steel Holdings, АКС, стоит он копейки, там, в районе 7 долларов, находится сейчас в стандартном, таком достаточно затяжном даунтренде с начала этого года, но это один из самых интересных в будущем активов. То есть, возможно, АКС будет самым рисковым в плане того, что он немного упадет, да, он просто может достаточно долго не пойти. И, возможно, АКС опоздает, даже когда X пойдет там хорошими темпами, АКС будет немножко запаздывать. Но АКС может просто потом пройти, разогнаться и пройти гораздо быстрее, во сколько, я покажу вам викли АКСа. Ну вот, как-то так. Ну то есть, есть достаточно большое, ну, единственное, что в АКС залито, может быть, может быть, чуть меньше институционалов, и при этом у АКСа чуть больше, по-моему, если я не ошибаюсь, шортфлора, то есть позиции шортистов. Поэтому, смотрите сами, да, стак чуть послабее X, на мой взгляд, опять же. Но у меня будут в нем позиции в районе там 10-11 долларов, когда он пойдет. Также UVXY, да, если мы увидим, что, в принципе, то, что я сегодня уже показывал вам, если мы увидим, что, собственно, рынок сегодня к вечеру закроется более-менее, да, и отойдет от, закроется выше 30-ти, там, 3-х, 70-ти, то, вероятнее всего, ГЭП будет куда-то вот сюда, вот к 19-ти вниз у UVXY, и можно просто достаточно много денег сделать. Единственное, что я не, скажем так, я плохо торгую ETF-ки. Скажу сразу, там, фонды, да, ETF-ки я торгую хуже, чем таки реальных компаний. Ну, это просто статистика. И, там, моя позиция в нем сейчас вот здесь вот не факт, что будет перенесена со дня на день, во-первых, а во-вторых, скажем так, это должно быть достаточно большое движение, то есть ниже вчерашнего закрытия, чтобы я перенес его. Но при этом я понимаю, что он может быть гораздо ниже. Окей, NUGT золото, с другой стороны, мы видели сегодня ГЭП, мы видим, что рынок падает, золото крепнет, и, вероятнее всего, мы увидим следующую картину. Я вам сейчас покажу, Дейлик. Собственно, когда в прошлом году я покрыл в нулях стратегию по золоту, да, и говорил, чтобы покупать, наверное, там, 10-11 долларов, а здесь этого не сделал. Не сделал я, потому что, собственно, защита цен не произошла. Возможно, сейчас он будет. Собственно говоря, чего я жду? Я жду, что он не дойдет до вот этого хая, причем достаточно не дойдет там, то есть мы увидим свечку, может быть, соизмеримую с вот этой даже, а не последней, то есть она будет, может быть, чуть ниже. После этого видим вот такую ситуацию. И вот здесь от 10, в случае, если рынок будет слаб, ну, условно, слаб и пойдет печатать чуть ниже, то здесь я буду закупаться там вплоть до 11 долларов. Все вот это место, потому что в случае, если рынок будет откатывать ниже 230 долларов за, ну, я имею в виду по ETF-ке спайдера, то есть там 4 поинта, да, ниже, то, вероятнее всего, можно будет там за месяц, а то есть за пару недель сделать там порядка там 8 поинтов, 7-8 поинтов в лонг, в NUGT. Но, опять же, это ETF-ка, да, и надо быть крайне аккуратным с ним, потому что, ну, властей сейчас много, они меняются быстро, да, покупать основные активы, возможно, будут по ценам лучше, да, это да, но, опять же, ничто не мешает сейчас, если будет достаточно много продавцов, да, на рынке, набраться институционалом в ценах не ниже 233,50, да, то есть нынешний лоу может быть и последним, в принципе, без проблем, да, вот этот вот, тем более мы видим, что сегодня уже неплохо отошел, там, на больше, чем на половину движения вниз отошел рынок вверх, да, там 0,36%, но что такое 0,36%, ну, не очень много, на самом деле, вот это падение, поэтому, в принципе, мы в рамках, да, пока что, и если рынок откроется завтра выше, то, вероятнее всего, NUGT, то есть ETF-ка на золото откроется, опять же, ниже, и что вот здесь произойдет, надо будет смотреть, собственно говоря, вот это очень важный момент, там, 3-4 торговые сессии, да, там, я думаю, что на следующей неделе может быть, либо четверг, либо пятница, либо вторник, следующей неделе надо будет опять посмотреть на эту бумажку, как-то так. Окей, вот это идеи были. Собственно, сталь, да, волатильность и золото. Но, опять же, волатильность и золото будет крайне аккуратно, со сталью можно, наверное, быть чуть больше уверенным, да, в своей правоте. Окей, я бы на сегодня закончил вебинар, потому что мы и так с вами сегодня 2 часа проговорили. Постараемся не затягивать с записью, да, и выложите ее завтра, там, в течение, там, дня рабочего. И я думаю, что перед следующим вебинаром вы уже сможете ознакомиться с этой записью. Окей, буквально 1 минута, если есть какие-то вопросы. О, да, благодарю вас, Сергей, я вам тоже желаю успехов, конечно же. Да, если есть какие-то вопросы, задавайте. Особенно следующий вебинар также по гэпам продолжим. Может, какие-то вещи расскажу вам еще по идеям. Окей, если вопросов нет, тогда я, пожалуй, закончу. Благодарю вас, прошел вам вечером. Да, я надеюсь, вам было интересно. Спасибо. Спасибо.